Это подкаст в начале, приветствую вас, меня зовут Александр и сегодня будем говорить об аскезах. Сегодня будем говорить об аскезах, о которых можно было бы говорить исключительно в разрезе каких-то духовных практик, религиозных, но оказалось, что при помощи аскез еще и загадывают желания. Поэтому сегодня поговорим обо всем, разберемся в чем кроется вся суть аскез, как они работают и как обычно принято составлять какие-то заголовки, аскезы, помощь или вред. Вот об этом сегодня как раз и поговорим. Начнем в принципе, что такое аскезы. Аскеза или аскетизм – это методика достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине, самоограничении, самоотвержении, через молитву, исполнение трудных обетов, порой включающих самоистязание. Умерщвление плоти. Помните, да, вот эти вот какие-то фильмы, в которых католические монахи и монахи не избивают себя плетьми где-то в келии. Вот это приблизительно аскеза. Но здесь пошла подмена понятия. Я вам потом чуть позже расскажу, с чем понятия аскеза еще смешали, и вы все поймете. В Древней Греции, откуда по сути пошло это понятие, слово имело значение упражнение тела, или упражнение ума и воли. В религиозном понимании употреблялось пифагорейцами, позднее у Филона Александрийского. В широком смысле аскетизм – понятие, которое появилось, диаген, который жил в бочке. Аскет – это образ жизни, характеризуемый крайней скромностью и воздержанием, самоограничением, прежде всего, в удовольствии и роскоши. Удовольствие и роскошь. Никто не говорил, что нужно отказываться от всего. Следует отличать от вынужденных ограничений, связанных с затруднительными обстоятельствами. То есть аскеза – это не принуждение, это не вынужденные обстоятельства, это добровольное решение, добровольное желание человека отказаться от чего-то лишнего. И что сделать? Что делали греки? Они жили по принципу – художник должен быть голодным. То есть они, находясь в состоянии аскезы или аскетизма, проникались пониманием окружающего мира. Они пытались понять смысл существования человека, определить его место в мире. То есть вот каким путем они шли. Нужно избавиться от всего лишнего, чтобы была возможность сконцентрировать внимание на каких-то вещах, на которые мы ранее не обращали внимания, о которых мы ранее не замечали. Не было никаких желаний, не было никаких исполнений желаний, не было никакого энергетического обмена, о котором мы сейчас будем, о котором я сейчас буду вам рассказывать. И многие из вас разделят мою точку зрения. Вы, соответственно, поэтому и слушаете мои подкасты, потому что многие из вас живут в состоянии. Я это знал, а вот теперь я услышал, вы это озвучили, и теперь я понимаю, что я не один такой. И теперь я понимаю, что я думал правильно. Ну, мы с вами думаем правильно в одном направлении. Я вам даю информацию, а уже ваше дело принимать ее или не принимать. Соглашаться со мной или не соглашаться. Ну, так получается, что очень многие соглашаются. Сейчас дальше будет очень много чего интересного. С Древней Грецией разобрались. Теперь, что у нас происходит с аскетами, с аскезами в христианстве и вообще в каких-то религиозных направлениях. Происходит следующее. Оказывается, что аскетические практики встречаются во всех мировых религиях, различных национальных традициях и культурах. В иудаизме есть аскетические практики. Аскетизм также встречается в индуизме. Однако, в буддизме, в котором тоже он встречается, через аскетизм верующий не достигает высшей цели всех живых существ нирваны. Хотя, если подразумевать под аскетизмом суровую дисциплину, то она также присутствует и в буддизме. Потому что в буддизме аскетизм – это то, о чем мы говорили с вами в прошлом подкасте. Это попытка избавиться от негативной кармы. Ну вот через это ничего не делание. Через избавление от каких-то излишеств. И формировать в этом состоянии первоначальный плод положительной кармы. Ты хорошо думаешь? У тебя уже формируется положительная карма. Ты думаешь плохо? Уже формируется негативный плод кармы. Будда тоже занимался аскетическими практиками. Но потом он от них отказался. Почему? Будда присоединился к пяти аскетам в надежде, что умерщвление плоти приведет его к прозрению и покою. Ну то есть он пошел вот так вот по жескочу. Вот умерщвление плоти и все в таком духе. Но после шести лет строжайшей аскезы, так и не приблизившись к цели, Будда понял, что это не работает. Вот это вот самобичевание, самоумерщвление не работает. Он расстался с аскетами и начал вести более умеренный образ жизни и проводить медитации другим способом. Отказался он от аскез. Все, не сработало, не привело его это к духовному росту. То есть Будда понял, что это не работает. Аскетические практики могут быть разрушительными для организма. Умерщвление плоти бессмысленно, не надо над собой издеваться, нужно заняться чем-то другим, зачем делать себе больно. В Ветхом Завете термин аскеза не упоминается. Однако описывается обретение благодати через пост, признание в совершенных грехах, покаяние. То есть здесь идет вот этот вот процесс тоже сброса кармы. Ну такого вот микроскопического. Ну потому что опять же прошлый подкаст был про карму. То есть никто не будет вас пытаться спасать из этого болота. Покаяние, грехи, это замечательно, но это работает не так. Среди ограничений в Ветхом Завете называется отказ от вина, воздержание от интимных отношений и опять же умерщвление плоти. В новозаветных текстах глагол, который означает аскезу, встречается единожды. Но используются его синонимы, означающие упражняться, бороться, состязаться. То есть опять же мы возвращаемся к древнегреческой философии, которая открывает нам полностью понятие аскетизма. Упражнения, борьба, состязания. Скорее всего идет речь о том, чтобы себя дисциплинировать, но не издеваться над собой. Ну, хотя если мы говорим об умерщвлении плоти, к католикам это вполне относится, ну и, наверное, к другим христианам тоже. В христианстве аскетизм это подвижнический образ жизни верующего на благо христианского общества, избранный сознательно. Более строгое следование христианским законам, духовно-нравственное совершенствование, цель которого обретение христианских добродетелей и достижение Царства Небесного. Христианское понимание аскезы синтетически может быть определено как свободно разумный подвиг и борьба за достижение христианского совершенства. Ну, вот в понятии христиан, которое оно там у них вот правильно. Но совершенство не заключено в тварной природе человека и поэтому не может быть достигнуто простым развитием возможностей этой природы, взятой в самой себе, в своей ограниченности. Совершенство мыслится лишь в самом Боге, в даре Святого Духа. Отсюда аскеза как таковая никогда не становится целью. Она лишь средство, лишь проявление свободы и разумности на пути к стяжанию дара Божия. Теперь про подмену понятий. А теперь объясню вам, почему загадывают желания при помощи аскезы. В христианстве есть такое понятие, как епитемья. Наказание для мирян. Вот наступил какой-то момент, когда аскеза и епитемья слились воедино. Если ты что-то натворил, если ты что-то сделал и это не нравится церкви, то накладывается и епитемья, и человек отрабатывает свою ошибку. В виде отлучения от церкви, в виде различных форм штрафов, забрать имущество, передать церкви. Ну вот все в таком духе. И в том числе при помощи аскетических практик. Ты отдаешь свое имущество церкви и уходишь жить куда-то отшельником. То есть ты мог отказаться от имущества в пользу церкви, чтобы все твои грехи были прощены. Как следствие ты принимаешь аскетический образ жизни. И вот здесь епитемья и аскетизм начинали играть на одной половине поля. Это такая вот по факту попытка облегчить свою карму перед церковью. Выплатить долг перед ней в какой-то вот такой вот в аскетической форме. Поэтому аскетизм и епитемья сплелись в понимании получения чего-то в обмен на наказание и отказ от чего-то. Но потом, чтобы тебя вроде бы в будущем как-то вот простили. Что происходит дальше в современном мире? В современном мире товарищи, которые считают, что вселенная это Бог, а Бог это вселенная. То, что я сказал вам раньше в христианском понимании. Речь идет о том, чтобы себя ограничить и что-то получить взамен. Христиане хотели получить дар Святого Духа, чтобы аскеза была не целью, а средством. Поэтому сегодня мы имеем тысячи видеороликов в ютубе, которых вам предлагают при помощи аскезы произвести обмен. Что происходит? Вы начинаете заходить на эти ролики, вам начинают рассказывать о том, что аскеза исполняет желание. Сразу говорят, что аскеза это обед, это клятва, которую вы даете кому-то и совершаете, двигаетесь потом в рамках этой клятвы, в рамках этого обета. Вы же себе даете обед, я не буду 40 дней есть сладкое, а потом что-то взамен получу. Нет, есть случаи, когда люди идут путем древних греков, и они используют аскезы исключительно для самодисциплины. Я просто не буду курить год, я не буду 40 дней полгода или год кушать сладкое, я не буду кушать мясо, ну еще что-то. Но там не происходит никакого обмена, люди просто себя дисциплинируют. Я делаю это, потому что я думаю, что это плохо. Что это плохо влияет на мой организм, поэтому я возьму это и сделаю. Здесь один подход. Самодисциплина. Вопросов нет. Возможно, в какие-то моменты это может позволить улучшить состояние здоровья, организм, улучшить состояние организма без проблем. Но когда речь идет о клятвах и обетах, те, кто давно подписан на мой канал, они знают, что у меня есть подкаст на эту тему. Отказ от клятв и обетов про разрыв кармических связей. Когда вы даете обет, когда вы даете клятву кому-то, чему-то или чему-то, чего вы не понимаете, над вами потом жестко пошутят. Дальше. Здесь, уже сегодня в современном мире, мы понимаем, что духовное отходит на второй план. Если раньше люди пытались использовать аскезы для духовного роста, для понимания своего места в мире, для того, чтобы получить, отказавшись от излишеств, какую-то стартовую площадку, от которой можно оттолкнуться и двигаться вперед, чтобы понимать что-то об этом мире и как-то развиваться, чтобы излишества не отвлекали. Или вина, оргии и все такое прочее. Это должно было все стать толчком. Но сейчас в своих видео люди говорят о развитии духовного, но почему-то все желания сводятся к материальному. Они загадывают желания при помощи аскез. Аскезы должны исполнить ваши желания. Аскезы должны сделать для вас то. Аскезы при помощи аскез можно получить то, сё, пятое, десятое. И дальше мы попадаем куда? Дальше мы попадаем в водоворот. Когда люди говорят, что аскеза это очень хороший способ что-то выменять у вселенной. Что-то получить. Произвести обмен. И я понимаю, что люди при помощи вот этой вот формы, деградировавшей формы использования аскез, просят что-то у вселенной, пытаются с нею обмениваться энергиями, что само по себе чревато. Здесь не идет никакой речи о духовности. Все говорят о духовном росте, а потом все скатывается в материальное. Все. Материальные желания преобладают над желаниями духовными. Никто не просит для себя духовного развития. Только вы просите, те, кто обращается на консультации, те, кто пишет мне комментарии, а подскажите, а расскажите, а что вот мне индивидуально сделать. Многие из вас приходят за ответами. Но есть люди, которым нужны желания. Девочки там по 20, по 25 лет. Хотя есть девочки по 20, 25 лет. Очень умненькие девочки, которые сразу со старта пытаются разобраться в этом мире и определиться с какими-то энергетическими моментами, с духовным ростом. Поэтому девочке девочкам тоже рознь. Как это преподносится? О духовном росте все. Мы уже забыли. Мы уже понимаем, что здесь речь будет идти о желаниях. Раньше карты рисовали, карты желаний, а сейчас уже аскезы пошли. Все. Мода началась на аскезы. Что вам предлагают сделать? Вам предлагают выйти из зоны комфорта. У вас зона комфорта есть? Вы все в зоне комфорта находитесь? Ходите на работу с 7, с 8 до 10 вечера работаете? Беспокоитесь о том, какое будет образование у ваших детей? Беспокоитесь о том, как вы будете выплачивать кредиты и ипотеки? Вы все в зоне комфорта находитесь? Но самое главное человеку проехаться по ушам. Ты хорошо живешь, у тебя все хорошо, тебе надо выйти из зоны комфорта. Тебе нужно использовать несколько аскез, и ты потом еще что-то сверх этого получишь. Обычно говорятся такие фразы. Если бы у человека что-то было, он бы деградировал. Поэтому вот у тебя есть зона комфорта, тебе нужно из нее выйти, и ты можешь что-то еще дополнительно получить. Ну такой вот искусственный трюк. У тебя есть зона комфорта, у тебя есть все. Потом ты из зоны комфорта выходишь, берешься за несколько аскез, ну ты как бы уже не в зоне комфорта. И потом ты взламываешь, обманываешь вселенную, работаешь с ней, совершаешь этот обмен, и она тебе еще плюс чем-то наваливает сверху. Она тебе еще что-то дает больше денег, больше возможностей, всего-всего-всего-всего-всего. Вы все в зоне комфорта живете? Вот сначала ответьте себе на этот вопрос, а потом уже разберитесь, хотите ли вы выходить из этой зоны комфорта. Может быть, у вас нет зоны комфорта? Может быть, ее нужно, эту зону комфорта, выстроить и находиться в ней, а не покидать ее? Можно двигаться дальше, находясь в зоне комфорта. Говорят, что каждый человек может получить что-то, если выполнит аскезу. Вы внимательно услышали то, что я сказал? Человек получит право на что-то, если выполнит аскезу. В этом суть договора. Почему человек должен что-то делать? Если человек должен что-то делать, значит, он автоматически втягивается в состояние долга, обязанности. И у него нет выбора. Хотя в самом начале я сказал, что древние греки и даже те же самые христиане говорили о том, что это добровольно. Сейчас же аскеза трансформировалась в то, что у тебя есть какой-то долг и у тебя есть какая-то обязанность. Ты берешь на себя ответственность, обязанность. Ты подписываешься. Я буду делать это, 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 это. А ты мне, пожалуйста, вселенная там потом подкинь сверху вот то, чего я у тебя попросил. Где здесь есть свобода выбора? То есть мы понимаем, что цель аскезы лишить вас выбора, лишить вас возможности управлять своей жизнью, подписавшись под чем-то. Если речь идет не о самодисциплине, а если речь идет исключительно о загадывании желаний, получении какой-то выгоды, какого-то профита. Мы потом поговорим, чем это чревато. Потом вам начинают рассказывать сказки о том, что нужно отказаться от всего, от чего вы можете. Потому что мы живем в эпоху потребления, ну и тому подобное. Человек отказывается, а потом после окончания аскезы, ну мы говорим сейчас там о пище, о сладком, еще о каких-то вещах. Потом что происходит? Человек отказывается, аскезу свою отбыл. А потом он начинает наворачивать это все. Месяц не курил, месяц не ел сладкое, месяц не пил алкоголь. Аскеза же закончилась. Все, теперь можно. Все, я программу отработал. Я там попросил, я не знаю, там 10 тысяч долларов, потому что я месяц сладкое не ел. И вот теперь оно должно мне прилететь. Но я программу выполнил, поэтому я пойду пару пироженок наверну. У очень многих людей именно так и происходит. Редко кто прозревает и говорит, я месяц прожил без кофе, без алкоголя. Мне понравилось. Я могу и дальше так. Но 80% продолжают жить обычной жизнью. И им нужно компенсировать то, что они недополучили. Очень много споров по поводу сроков. Кто-то говорит, что нужно 21 день держать аскезу. Кто-то 40. Кто-то говорит, нет, это мало полгода. Год. Спорят. Какой день лучше брать аскезу? День рождения. В новолуние, полнолуние, день летнего солнцестояния, равноденствие, равновесие. И все в таком духе. Потом покупают блокноты. Пишут там это все. А потом находятся люди, которые говорят, только в моем блокноте, если запишешь свою аскезу, она у тебя сбудется. Люди покупают блокноты, которые будут работать. И записав именно в этом блокноте, твое желание сбудется. Написал аскезу. Сказал, я 40 дней не буду есть мясо. В итоге хочу получить то-то, 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 то-то. У меня там сбудется мое желание. Не просто я хочу, я получу столько-то там денег. Куплю себе квартиру, поступлю в институт. Неважно что. Вот волшебные блокноты. Ну это понятное дело, это мошенничество, обман. Но тем не менее, есть такая практика. И все равно найдутся люди, которые эти блокноты купят. Говорят, что аскеза как молитва. Да, аскеза как молитва. Почему? Потому что аскеза это попрошайничество. Молитва это попрошайничество. Ты пытаешься что-то выпросить для себя. Когда человек идет молиться в церковь, он свечечку покупает. Тратит на этот, я не знаю, там доллар, два, ну не важно сколько. Он потратил все, он вложился в этот процесс, он какое-то количество энергии потратил в это, купив свечечку, которая потом сгорит. То есть, ну мы-то знаем, что молитва это попрошайничество. Потому что тебе, для того, чтобы у тебя произошло какое-то событие, крупное, важное, тебе нужно много энергии. Аскеза это способ сэкономить энергию, говорят они. Ты очень много энергии сэкономишь, не поедая тортики. Где здесь экономия энергии? Человек находится в ожидании подаяния. Ему что-то вселенная должна, как он считает, которая должна быть к нему дружественной и щедрой. Вселенная, которая на 75-80% состоит из темной энергии и темной материи. Дружественная и щедрая. Аскеза это система ограничений во имя цели. Вот мы сейчас приходим к тому, что мы начали с того, что это просто дисциплина, а потом начались. Клятвы, обеты, система ограничений во имя цели. Ребята, вам не нужно заниматься ограничениями во имя цели. Вам нужно к психологу. Вам нужно решить проблемы с мотивацией. И все. Эти ребята час вас послушают и скажут, в чем у тебя проблема. Ты выговоришься. Тебе скажут, у тебя проблема. Тебе нужно найти мотивацию. Она может заключаться в том-то, в том-то и том-то. Все. Тебе не надо месяц приносить себя в жертву. Потому что аскеза в плане проявления их работы с желаниями, она уже работает как жертва приношения. Ты приносишь что-то в жертву, как человек думает. Аккумулирует какую-то энергию. Ты эту энергию не аккумулируешь. Ты ее просто отдаешь, демонстрируя системе кармической, что ты жертва. Я тебе повинуюсь. Я себе дала за рок обет клятву не делать этого во имя того, что ты меня услышишь и потом за это отблагодаришь. Я тебе повинуюсь. Я приношу себя в жертву тебе, вселенная, тебе, кармическая система. Вот что человек делает. Вот что происходит на самом деле. Сейчас дальше будет вообще интересно. Будут примеры аскез, которые делают люди. Пока делаем небольшой перерыв. Напоминаю вам, потому что очень часто люди путаются, теряются и спрашивают. Мои контакты будут в описании под этим видео. Консультации, вопросы касательно духовного роста, чисток, энергетических и все-все-все будет в описании под этим видео. Дальше. Те, кто хотел и писал мне сделать единоразовые донаты, я сделал специально для вас возможность в любой валюте оплатить какой-то донат. Потому что люди пишут, я не хочу подписываться на спонсорство, я хочу сделать единоразовый донат. Пожалуйста, куда? Напишите номер карты, объясните, расскажите. Я сделал страницу. Другие реквизиты, кроме страницы для донатов, будут в описании видео. Там есть криптовалюта, PayPal. Пожалуйста. Кто хочет, это ваше желание. Потому что люди писали, поэтому я это сделал. Не хотите спонсорства, у кого-то кнопка спонсорства не работает, кнопка спонсорства YouTube в каких-то странах, в разных, во многих странах не работает. Пожалуйста. Есть страничка, будет ссылка, переходите на страницу, вносите донат. Есть другие реквизиты, пожалуйста. Это исключительно ваше желание. Криптовалюта и другие варианты. Так. Минута рекламной паузы закончилась. Идем дальше. Примеры аскез я вам обещал. Аскезы следующие. Пример из истории. В больших семьях, в которых было очень много детей, в многодетных семьях, в старые какие-то времена, одного ребенка отдавали в монастырь, чтобы он там вел аскетический образ жизни. То есть ему эти аскезы по факту навязывались. Это такая вот была, ну как бы дань Богу, дань религиозной системе, чтобы вот все хорошо жили, один будет там сидеть и отмаливать их всех, и будет вести аскетический образ жизни. Что это такое? Это опять же жертвоприношение. Это принесение человека в жертву и перекрытие им энергетических потребностей целой семьи. Интересно? Интересно. Самое интересное впереди. Этот человек стал жертвой. Что происходит с кармой семьи, которая принесла его в жертву? И что происходит с кармой человека, который принес себя в жертву и пошел это все делать? Задумайтесь. Дальше. Одна девочка рассказывает. Я брала аскезу, а там отказа от сладкого. Ну как все рекомендуют, да? Для того, чтобы тебе получить результат и что-то для себя намутить, тебе нужно брать несколько аскез. Ты отказываешься от сладкого, от алкоголя, воздержания, не ругаешься матом и все в таком духе. То есть нужно как бы собрать в потенциале вот какой-то объем энергии, да, которую ты поменяешь на свое желание. Ну энергии там никакой нет, как я сказал, это просто принесение себя в жертву. То есть взял себя, положил на алтарь и говоришь кармической системе, я буду действовать на твоих условиях, я ради тебя сделаю вот это. Энергии там никакой нет. Это вот вам рассказывают все астрологи, космоэнергеты, у них у всех куча роликов, там сотни тысяч просмотров, они знают как при помощи аскез получить что-то. Да, давайте ребята, вперед, получайте. Так вот, пример, девочка говорит, я буду отказываться там от того, от того, от того, не буду ругаться матом, потому что я решила получить некую сумму. Попросила, что мне нужна такая сумма, а я 40 дней, сейчас напишу в блокнотике, а я 40 дней не буду кушать сладкое, не буду ругаться матом, не буду употреблять алкогольные напитки. Потом она рассказывает, прошло 2-3 месяца, ничего не произошло. И потом я сидела и думала, прокалькулировала и поняла, что оказывается-то ко мне эта сумма денег уже пришла, которую я загадывала. Она не объяснила деталей, но, что мы здесь имеем по факту? Притянутые за уши утверждения, чтобы оправдать аскезу по результатам того, что она работает и что какое-то событие наступило. Чтобы впарить человеку, который будет смотреть этот ролик, информацию и сказать, что да, подтвердить, что аскеза сработала, я что-то получила. И в комментариях. Это работает, я тоже пробовала. Вы же тогда сняли ролик, сняли видео, у меня все тоже получилось. И пошло, 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 поехало. Обычное самовнушение. Притянуло за уши. То, что само по себе произошло и могло произойти, и должно было произойти. Событие наступило, но она использовала его, это событие, и привязала его к аскезам и к тому, что исполняется желание. Аскеза. Если хочешь дом, закинь кому-то денежку. Помоги человеку купить дом. Потом пожертвуй ему что-то. Ты сформируешь себе благую карму, и потом получишь что-то во сто крат. Вот опять же так рассказывают ребята. Здесь уже напрямую у нас встречается понятие карма. Здесь уже ни о каком духовном росте речи не идет. Здесь мы уже идем и видим, что здесь используется понятие карма. Что ты кому-то кинул, а тебе потом воздастся. Получается дело именно в карме, а не в твоих желаниях и выборе. Оказывается, что вот так вот и ломаются специалисты по аскезам. Оказывается, все дело-то в карме. Следующая смешная аскеза. Возьми аскезу изучения английского языка в преддверии твоего готовящегося переезда. Человек и так уезжает жить в Англию. Он берет аскезу по изучению английского языка. Он и так будет учиться. Он и так будет учить изучать английский язык. Ему деваться некуда. Но он берет и делает масло масляное. Он берет и это использует в качестве аскезы. В чем смысл аскезы желания? Выучить английский язык. Запомнить его. Получение знаний в данной ситуации должно строиться на мотивации, а не на фокусах и не на фантастике. Если ты не будешь учить английский, ты не проснешься утром и не будешь его знать. Достаточно смешная аскеза, согласитесь. Аскеза – это тренировка воли. Но теперь это не просто тренировка. А если мы говорим о желаниях, это способ обмена энергии с кармической системой. Принесение себя в жертву. При этом человек думает, что он управляет процессом и делает свой выбор. Но этого не происходит. Его используют. Какие бывают еще методы использования? При всех тех ошибках, допущенных людьми ранее, аскеза должна быть добровольной. Но есть такие энерготерапевты и специалисты. И здесь уже речь не идет о желаниях. А здесь есть люди, которые говорят о том, что у тебя проблема с кармой. Вот у тебя там такая карма, тебе нужно взять аскезу. Бери вот такую аскезу, она поможет тебе улучшить карму. Как аскеза может улучшить карму? Если ты в прошлых воплощениях убивал людей сотнями. Был каким-то, например, полководцем. Как ты перекроешься аскезой? Насколько тебе нужно улучшить карму для того, чтобы это все изменить? Ты хочешь какой-то мелкой благотворительностью, отказом от еды, алкоголя, воздержания перекрыть проблемы? Гибель сотен или тысяч людей? Никак. Пришло время снимать лапшу. Вам кажется, что тетя знает. Тетя сказала, мне нужно аскезу выполнить какую-то. И у меня с кармой все будет классно. Это просто для того, чтобы вас загрузить. И просто для того, чтобы создать видимость вашей какой-то работы. Чтобы вы в это поверили. По факту вы влезете в еще большее количество обетов. Это болото, в котором вы утонете. Потому что человеку нужно отказываться от клятв и обетов. Есть подкаст на эту тему. Избавляться от этого. А где у тебя воля, если тебе какая-то тетя говорит о том, что тебе я рекомендую какую-то аскезу? Она не закроет ничего. Она не закроет твоих проблем кармических. Ничего там не сбросится, не обнулиться и не подотрется вообще ни на грамм. Просто это имитация. И в этой имитации ты еще больше засасываешься в это болото. Энергия какая-то в аскезах. Много ли ее там энергии? Это жертвоприношение. Все аскезы, вся работа со вселенной это низкая вибрационка, которая используется в космоэнергетике. Прежде чем мне писать какие-то комментарии под видео, ребята, есть куча видео у меня на канале, которые откроют вам глаза и вы разберетесь в чем-то. Смотришь комментарии под видео о Папа Римский и там говорят, в комментариях кто-то пишет. Это не только у католиков такое. Не только там проблемы были у Папы Римских, которые там гадости всякие делали. У христиан тоже было такое. Да посмотрите по подкастам, посмотрите по видео. Есть очень много чего, посвященного православным, а не только католикам. Все уже есть. Вот, у православных там грехов больше. Да мы знаем, ты видео посмотри, там все рассказывается. Александр, пожалуйста, сделайте видео или подкаст. Да есть уже, ребята. Просто внимательнее будьте. Я для вас специально все разбил по плейлистам. Заходите. Плейлист христианства, карма. Заходите, смотрите, слушайте. Все уже готово. Каналу уже сколько? Три года, наверное, да? Все готово, пожалуйста. Материала достаточно. Дальше. Теперь давайте коснемся глубины всех глубин. Ну, по факту давайте коснемся дна того, что происходит. Низковибрационка, та же самая космоэнергетика. Люди пытаются найти какие-то новые способы, новые методы, затащить к себе людей, чтобы было больше просмотров, рассказать им там что-то, чтобы они кучу комментариев написали. По факту выстраивается обмен, идет попытка выстраивания обмена и контакта с энергиями Вселенной. Я об этом выше сказал. Они заведомо паразитарные, низковибрационные. Мы попадаем в ситуацию, похожую на космоэнергетику, любые ее формы, тета-хилинг и все в таком духе. Аскеза – это очень мутный и сомнительный контракт с кармическими силами. Представьте себе, что вы вступаете в отношения с кармической системой, не понимая, что вы будете делать и чем потом для вас это все закончится. Вы планируете, вы что-то там прикидываете, что у вас должно что-то получиться. Но это все равно, что иметь дело с профессиональным юристом, хотя вы ничего не понимаете в этом деле. Он все равно составит договор таким образом, что вы потеряете. Я вам в каждом подкасте на пальцах все объясняю и привожу примеры. Вот представьте себе, что вы хотите заключить какой-то контракт, но юрист на той стороне, он очень умный. И там такие есть пункты, которые вы можете воспринять как-то в свою пользу, но они очень двоякие и они не сработают в вашу пользу. Этот юрист работает против вас, а вы попадаетесь и оказываетесь в минусе. Все эти аскезы и вот эти материализации ваших желаний, они выйдут вам боком. Но позже, не спешите. С вас все равно возьмут плату за полученное, чего-то немножечко дадут. И вот этой вот энергии аскез в кавычках не будет достаточно. Вы просто купились на соблазн. Вы думаете, что вы бросите вселенной кость в виде аскезы, но в результате эффект будет обратный. Вы все смотрите видео, как взломать матрицу, как обмануть вселенную, как изменить сценарий. Вся проблема в том, что кто-то из вас хочет что-то сломать и перехитрить вселенную, потому что думает, что человек венец творения. А вы не можете перехитрить. Она вас потом поимеет. Но вы можете с ней договориться. Чтение акафистов это тоже аскеза. Но это дисциплина, в которой ты правильно обмениваешься энергией. Сложное нужно уважать. Каким бы оно ни было. Уважай кармическую систему. И если ты в ней живешь, будь добр, найди с ней контакт, потому что тебе так будет лучше. Тебе будет выгодно с ней взаимодействовать. Не просто разбегаться и биться башкой о стену, а найти ключики к ней. Договориться. Акафисты почитать. Еще какими-то практиками позаниматься. Безвредными. С которыми можно сработаться с кармической системой. У кого-то это родовые практики. Родовая структура тоже кармичная. Но она не будет пытаться вас грохнуть. Она будет пытаться с вами ужиться. Дать вам что-то, получить от вас. Но так, чтобы это всем было выгодно. Нужно уважать. Нужно попытаться разобраться в сложном. Использовать его правильно, а не взламывать. Можно работать с чакрами, чакральные какие-то практики. Нормальные, хорошие, безобидные. А не когда вы собираетесь стадом, устраиваете какие-то женские практики, женские медитации йогические в полнолуние. И обмениваетесь энергией, которая у вас там в этом круге сформировалась. А у вас у каждого разное энергетическое состояние. У вас у каждого разные болячки. И вы формируете перетоки в рамках этого круга. Это вот вам как пример. Поэтому аскезы нужно воспринимать правильнее. Как дисциплину. Но осознанную. Я бы уже был миллионером, если бы я вам продавал блокнотики для загадывания желаний. И не оберегал вас от сомнительных каких-то поступков. А впаривал бы вам все. Продавал бы вам все, что вы, я знаю, сто процентов купите. Почему? Я знаю ваши слабые места. Но я пытаюсь уберечь вас, чтобы вы не стали еще более слабыми. Я хочу, чтобы вы стали сильными. Вас многие захотят сделать слабыми. Желающих предостаточно заработать на вас. На блокнотиках, на аскезах, на медитациях, на посвящениях, на подключениях к эгрегору. Желающих весь интернет против вас. Все хотят заработать и сожрать вас. Я вам хочу помочь. Информация на канале вся бесплатная. Слушайте, разбирайте, понимайте. Вы покупаете за какие-то космические деньги, тренинги, курсы. Вы тратите на них тысячи долларов. Но после того, как вы приходите на консультацию ко мне, час меняет вашу жизнь. Я сейчас не рекламирую свои консультации. Не приходите. Просто слушайте. Просто нужно понимать, что у всего есть своя индивидуальность. То есть есть какие-то индивидуальные моменты, индивидуальные аспекты, которые с каждым отдельно взятым человеком могут работать. И они будут работать только в его случае, учитывая его карму, нынешнее энергетическое состояние. Но хотя бы поверхностно поймите, что я знаю ваши слабые места. И вот эти вот аскезы и ролики, которые выкладываются пачками в интернет, осуществление желаний при помощи аскез, это очень сомнительная штука. По факту получите обратный отложенный эффект. Я надеюсь, что я насытил вас сегодня полезной информацией. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я думаю, что этот подкаст, как всегда, был для вас полезен. Подумайте, переварите. Если нужно, прослушайте еще раз. Если нужно, возьмите и для анализа, у вас же критическое мышление, посмотрите желание, реализация желаний при помощи аскез. Вы посмотрите один-два ролика, вы все поймете. Я вам все уже рассказал. Просто вы теперь четко будете понимать, на что обращать внимание. Всех обнимаю. Услышимся в следующем подкасте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok